Приветствую вас. Ну, давайте сразу разделим, разделим, значит, ваш вопрос, да. Что касается панических атак, вы можете обратиться к врачу, вам нужно обратиться к врачу, чтобы он врач, в смысле психотерапевт, либо психиатор, либо клинический психолог, значит, продиагностировал вам наличие их и выписал соответствующие препараты, вот, потому что ПА могут в том числе генерировать сами себя. Вот один раз ПА случилось, случилось, ну, случайно, да, то есть произошли они. Вот, и после этого вы можете продолжать испытывать их, ну, ПА, в смысле, вот. Уже просто, ну, просто потому что, вот. То есть тут вот ситуация именно такая, в первую очередь. Поэтому, именно в том, что касается ПА, здесь мне, кажется, нужно разбираться именно врачу. Вот. Это, значит, то, что касается ПА конкретно. Что касается всего остального, то здесь, конечно, очень много интересных моментов, которые, мне кажется, нужно разобрать. Вот. Значит, начать, пожалуй, можно с того, что вы, ну, по хронологии, да, по хронологии, не работаете уже 7 лет. Вот. И тут, как бы, очень интересный момент, почему вы не работаете 7 лет. То есть вам не хочется работать, вам не нравится работать, или как, или что. То есть вы говорите о нужности, вы говорите о том, что не хватает денег, но при этом вы не уверены сами в том, насколько вы хотите работать. Вот. То есть эта позиция, она, ну, как минимум, несколько странная. Вот. Дальше. Так, значит, я работаю на доме, ребенок 6 лет, в садик ходит, муж работает. Значит, ну, вы ребенка отдали в садик, да, хорошо, да. Лучше бы ему дома было побыть, но вы отдали в садик ребенку, хорошо. Я не могу выйти на работу из-за своего состояния. Разрешите с вами не согласиться, потому что вы не можете выйти на работу не из-за своего состояния. На работу вы не можете выйти по другой причине. На работу вы не можете выйти из-за того, что вы не уверены. Наши, 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 это, ну, хотите ли вы работать? Вообще. Знаете, вот. Так это было бы правильнее, ибо ситуация, ну, складывается, складывается так, что вы говорите, что вообще не уверены, а хотите работать. А страх перед работой, ну, у которого, соответственно, тоже есть какие-то причины, вот, у данного страха. То есть, может быть, это неуверенность в себе, может быть, что-то еще, может быть, что-то сомнения, а, ну, какие-то в том, что вы делаете. Вот, то есть, здесь, конечно, тоже нужно разбираться, но в любом случае это не из-за состояния. Скорее, ваше состояние из-за отношения к работе. Это было бы, ну, более, правильно. Ну, опять же, опять же, как это видится мне, Батус, так вот, мне ситуация так видится. Дальше, я чувствую одиночество, и будто нет смысла в жизни, что ли, потому что вы ничего не делаете для себя. А я не могу темно разнообразить свою жизнь, типа фитнес-зал или посвящение других мест, хотя хочу... А почему не можете разнообразить свою жизнь? Вы можете сказать, ну, как, почему у меня семья? Хорошо, хорошо, семья, ладно. Но вы семью же создавали, правильно? Вы же создавали семью? А зачем вы её, вы её создавали? Тогда, если, ну, допустим, не готовы к ней. Ведь если вам, ну, хочется разнообразить, разнообразить свою жизнь, значит, вы не готовы, видимо, к семье всё-таки. То есть, тут вот, мне кажется, нужно разобраться, в первую очередь, с тем, для чего вы изначально создавали семью. Вот. Ну, конкретно. Конкретно. Зачем? Вот. Вот и всё. То есть, как бы история, она об этом. А дальше, всё остальное, это следствие уже. Дальше. Так. В семье не хватает денег, то есть хватает только на основные расходы. Какие-то хобби нет. Но есть хобби бесплатные. Вот. Да и, в принципе, фитнес-зал не обязательно посещать, чтобы тренироваться. Можно и просто с друзьями выбираться куда-то. Но там деньги не, там деньги не особо. Муж пытается найти работу получше, но никак не получается. То есть, муж, по вашему мнению, если я правильно понял, да, муж должен, муж должен, ага, обеспечивать вас и обеспечивать ваши хобби. Правильно? Я понимаю. То есть, вы чего-то хотите, да? Значит, ну, вам что-то нужно, а делает это муж. Ну, за вас. Вот. Дальше. Вы принесли ответственность. Далее вы пишите, детский сад мы в этом году заканчиваем, и ребенок идет в первый класс. Смотрите, вы здесь говорите мы. То есть, вы говорите о том, что мы, мы заканчиваем детский сад. Но вопрос, по крайней мере, который есть у меня, заключается в том, почему мы? То есть, по какой причине мы? Вы, ведь, ребенок – это ребенок, а вы – это вы. Знаете? Это говорит о том Скорее всего Что вы Не разделяете границ Нет у вас границ Мед вами и Другими людьми Вот Ну скорее всего Скорее всего так Потому что вот ваша Потребность В том чтобы муж был дома постоянно Вот все это Как бы Наводит на эти мысли Наводит на мысли о том что Сами по себе быть вы не можете Ну и может быть вы и семью для этого создавали Вот Чтобы Не быть одной Чтобы не быть одной Но постоянно Находите оправдания Для того чтобы Ничего не делать Так Значит опять же Я не могу выйти на работу С ребенком некому быть Ну вы знаете Первый класс Ребенок уже вполне способен Находиться дома Один сам Вы пишите Я не уверен И что хочу Выходить на работу И смогу ли Да Но при этом вы говорите Что денег на Хобби у вас нет У вас нет Я семь лет Семь лет не работаю Из-за чего Перед выходом На работу У меня тоже Страх От чего Чего боитесь Для чего Работать Какое Значение Имеет для вас Работа Чем вы занимаетесь Чем хотите заниматься Да Так вот Вот эти бессмысленные дни Дом Готовка Уборка Компьютер с работой Поход За ребенком В садик Вечером муж приходит А почему бессмысленные дни Любимые Любимые люди Семья Компьютер с работой Вечером приходит муж Тоже любимый человек Почему дни бессмысленные В чем смысл Смысл в себе А Смысл в том Что бессмысленные дни Для себя Но Работать Вы не хотите Понимаете У меня появились Панические атаки Особенности Меня не когда муж Раз в неделю Уходит На сутки Потому что Вы Остаетесь Без Поддержки Никто вас Не определяет Своих то Границ Вас Нет А Будто Смысла в этом дне Нет у меня Да Потому что Сами себе Вы не принадлежите Поговорить не с кем Никто дома не ходит Ничего не делает А вы Я будто Без защиты Остаюсь Сестра То есть Защита Это Что-то Извне Не Изнутри От вас Ну да Ну как я говорил Проблема И вообще Чем-то Заниматься А себе Приготовить Кушать Вы можете А почему Ребенку Только Одиночество Одиночество Это Непринятие Себя Никчемность Это Соответственно Ненужность Да Тут А Ребенок Как Тут Противоречие Если Говорить О никчемности Вообще Вы точно Не никчемные Потому что от вас зависит Ребенок Но вы Об этом говорите О никчемности Значит Получается Что вы Что-то Имеете Ввиду Ну Какую-то Свою Может быть Особую Нужность О Которой Вы Не Пишите Здесь И Вот Это Это Очень важный Момент Для Наш Вам Для Наш Вам Важно понять О какой Именно Нужности Вы Говорите Для Нас Вами Важно Понять Вы Хотите Быть Нужной Или Вы Боитесь Быть Ненужным То есть В первом Случае Вам Не хватало Удовлетворения Базовых Попробностей Таких Таких Нужность А Во втором Случае Речь идет О том Что У вас Ну В принципе Все Есть Да Вам В принципе Всего Хватает Ну Нужности Вот Это Все Вот Но Давлеет Некое Такое Приписание Некое Указание Что Я должна Там Все равно Быть Еще Более Нужной В таком Случае Следует Изучить Источники Этих Самых Указаний Потому Что Они Пришли К Вам Из Вашей Семьи Точнее Вот Значит Ну Что Я могу Сказать Вы Склонны Подавлять Свои Чувства Вы Склонны Подавлять Свои Эмоции Склонны Выражать Их Свои Эмоции Что Вы Много В себе Справляете Много Держите В себе Сюда Соответственно Все Ваши Проблемы Потому Что Это Копится 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 Помогите Мне Пожалуйста Если Разобрались В моей В описании Но А Как Вам Помочь Анастасия Вот Как Нужно Исследовать Вас Нужно Работать С Вами Нужно Обратная Связь Как Вам Помочь Вот Конкретно Какую Помощь Вы Хотите Получить Какую Какую Помощь Вы Хотите Получить Одно В данном случае Потому Что В данном Случае В данном Случае Речь Идет Да В данном Случае Речь идет О Работе С Вами Но С этим Можно Что-то Сделать Понимаете С этим Можно Что-то Сделать Но Для этого Нужно Работать Понимаете Вот Так Для этого Нужно С Вами Работать Ну Конкретно Понимаете Какая История Вот И Если Вы Хотите То Вам Ну Действительно Можно Помочь Вам Действительно Можно Помочь Себе Разобраться Вот Вам Действительно Можно Помочь Значит Ну С Коррекцией Своего Поведения В данном Случае Вот Но Это Не то Что Решается За Один Раз Понимаете Это Не то Что Решается За Один Ответ К Сожалению Это То Это С Чем Может Нужно Работать На Протяжении Там Ну Определённого Времени Определённого Количества Времени Ладно Ладно Вот В принципе То Что Можно Сказать Ещё раз Одиночество Это Это Непринятие Себя Это Это Штыд Это Обесценивание Своих Желаний Своих Стремлений И так далее Вот Это Одиночество Что Это Непринятие Себя Невозможность Быть С собой Наедине Вот Это Одиночество Никчёмность Никчёмность Это Отсутствие Личностного Смысла Вот Личностный Смысл Да Вот Именно Личностный Смысл Его 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 Нужно Корректировать Вот То есть У вас Есть Смысл Жизни Он Вас Не удовлетворяет Почему Почему То Вот Но Это Уже Нужно Смотреть Почему Ваш Личностный Смысл Не удовлетворяет С Этим Нужно Работать Пока Что Я Предлагаю Вам Подумать Что Вы Делаете Для Себя Ну Или Что Чтобы Вы Могли Сделать Для Себя Вообще То И Сделали ли Вы Что-то Для Себя Предлагаю Вам подумать В этом направлении Пока Что И Соответственно Начать Себя Как-то Баловать Вот Начать Как-то Себя Радовать Понятно Что Определить Что Вы Хотите Для Себя Вот И Уже Действовать Именно В этом направлении Необязательно Совершенно Через Деньги Да То есть Ну Деньги Деньги здесь Ни при чем Тут Тут Можно и нужно Без Денег Это все Это все Сделать Вот Но Личную ответственность Личную ответственность Нужно брать Вам В первую очередь За себя Вот И Только Только Тогда Можно Будет Разобраться С тем Что Происходит Вот С вами На данный момент Потому что Я так понимаю Что Проблема Атак Панически Панически Вот Так Вот Это Проблема Которая Ну С вами Ну Происходит Уже Какое-то Время Вот И Соответственно Я не думаю Я не думаю Что Сами По себе Они являются Симптомом То есть А Причиной Вот Причина заключается в том Что вы себя доводите Вот Вы себя доводите Вы себя Мучаете Вы себя Изводите Вот Тем Что Не позволяете Себе Быть Той Кто Вы Есть И Отсюда Конечно Проблемы Сложности И так далее Вот Желание Вам Желание Так Напоминает О Себе По факту Через Панические Атаки Вот На этом все Надеюсь Что Помог вам Если у вас остались Дополнительные вопросы Пишите в личку Бударатоматш Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучше Вот И Подстретитесь пожалуйста зафиксировать Что Защиту и опору Нужно искать В себе А не в других Я желаю вам всего Самого доброго